Вечерняя служба в церкви. Вот такая вот церковь. Пристар читает молитву и люди посетители вот в церкви. Интересно. Вот мы сейчас находимся у нашего фонтана здесь в Бибионе. Сейчас светло и поэтому он не горит, вернее не светится фонариками. Но что интересно, каждый год, когда мы сюда приезжали, он играл разными струями, разными цветами, а вот сейчас последние 2-3 года этот фонтан каждый вечер, когда начинает иметь, он включается только каким-то розовым цветом. Ну что сделаешь, такой фонтан. Зато вот этот светится голубовато-зеленоватым. Красиво, получается красиво. Но если в целом посмотреть на этот фонтан, то, как сказать, воздух свежий, приятный, обалденный. Желающие приехать сюда, приезжайте, смотрите. Сейчас мы проверим воду в фонтане, какая она тут у нас. Ну в принципе да, купаться можно, но лучше пойти на море. А вот едет паровозичка. Паровозик едет за туристами. Обалденная штука. Красивая штука. И поехал. Мы снова гуляем по променаде. Мы вышли на маленькую площадь, где я издалека снимал маленькие вот эти электромашинки. Их можно арендовать, на них можно кататься. И их можно купить. Как я говорил вчера, их можно купить. И ехать вместе с этими машинами домой. Но только в том случае, если у вас действительно есть возможность купить эту машинку. Вернее, есть возможность ее перевезти. Потому что не каждый турист приезжает сюда с прицепом для перегона машины. Это же специально нужно готовиться к этому, да? Так вот, такие машинки. Ну сейчас мы к ним ближе подойдем. Ну пока я иду к этим машинкам. Иду мимо магазина. С обувью. С одеждой. Бельем. Классно. Все классно. Ярко, красочно. Заяц никому не нужен. Заяц, блин, знатный зверюга. Выставка всяких рептилоидов, рептилий и тому подобной ерунды. Около этой змеи. Мы сфотографировались несколько раз, когда были раньше здесь в отпуске. Жена с детьми заходили сюда. Я остался на улице, потому что я видел змейчиков, я видел всех этих скорпионов, всю эту ерунду вживую видел. Поэтому лишний раз платить деньги за то, что я могу опять увидеть на улице, к примеру, или черепашку, или ящеречку. Я не собираюсь. А дети пока были малые, детям это нравилось. Вот этот вот, блин, как же он называется? Вот этот внизу слева с белыми полосками между черными, он не ядовитый. Если полоски у него будут желтые, тогда да, тогда он опасен. Но он действительно, у него есть и зуб, и вот эта вот ядовитая железа. А белый, белого можно держать дома. Блин, как же он называется, ну слушайте, забыл. Обалденные цветочки. И опять же у этих цветочков такой нежный аромат. Офигеть просто. Я вот не знаю почему, мне нравится снимать тоже вот красивые красные цветы, но любая камера, будь то видеокамера или сотовый телефон, почему-то хапает так, с таким оттенком, что цветы, получается, которые красные, как будто размытые. Странная фигня. Подходим ближе к мечте товарищей зеленых из партии зеленых. вот какая классная машиночка. Обалдеть, какая зверюка. Обалдеть. Слушайте, я бы себе такую купил. я бы себе такого зверика купил. Блин. Вот этих вот товарищей можно взять в аренду и покататься на них. Смотри, какая классная штука. Блин. Сидушки кожаные. Слушайте, это, блин, мечта человека больного машинами. А вот какой красивый синий и вот еще этот бирюзовый. Блин. Тазари электрик. Классная машинка. Классная машинка. Слушайте, вот что-то мне вот эта вот машинка напоминает жандармы-инопланетяне. Вот этот вот фильм. Обалденная штукенция. Кстати, их можно взять в аренду. За какую сумму? Вот, смотрим. Велосипедик 25. Маленький велосипед 16. Вот этот вот джип 50 евро в час. А маленький самокат вот этот типа мопедика 15 рублей в час. Ну, слушай, класс. Какая офигенная штука. блин, я уже его обожаю. Я его уже обожаю. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Или вот эти вот зверюшки. Какие классные магнитики. Я фанатик таких вещей. я фанатик таких вещей. Магнитики просто супер. Ну, чашки. Чашки у меня есть. А вот, пожалуйста, что это у нас тут? Браслетики. Браслетики. Прелесть просто. Вся вот эта вот мишура. Вся эта мелочевка. и туристы на эту мелочевку кидаются. Вот очки всякие. А вот мы. Здрасте. О, еще магнитики. Какая прелесть. Какая прелесть. Тапочек никому не надо. Чей туфля? Мой туфля. А это что? Ну-ка посмотрим. Открывачки для пива. Практично. красота. Красота. Это все искусственное. Это? Это все искусственное. Ёлки-палки. Как живые. Блин, они как живые эти цветы. Красиво. Красиво. И магазин обалденный. А вот зверюшка идет. Зверюшка идет. Зверюшка идет красивый магазин. Увидел свободную лавочку и присел. А перед тем, как присесть, вспомнил. А я лягу прилягу Край гостинца сторона Руки в ширки раскину Та хвилинку посплю Вот что-то вспомнилось мне, блин. Настроение, наверное, хорошее. И опять мы идем к нашему фонтану. А от фонтана мы пойдем на базар. Гуляли сейчас по центру города, по магазинам, ели мороженое. Кстати, мороженое малага с кофейным ликером и с изюмом. Офигительная штука, если кто-то приедет, вот рекомендую. как его базар. Сейчас мы пойдем на наш базар и там будем смотреть сувениры, может быть, еду какую-нибудь вкусненькую или еще что-нибудь. А вот товарищ рисует нитрокраской свои картины. Малюет. Ну да, дорогие. Но, блин, аж сюда воняет нитроэмалью. Это просто ужас. Я представляю, как этот человек сам себя гробит свое здоровье. Ну, ради туристов чего не сделаешь, да? Крокодилы, крокодилы, крокодилы. Такие всякие вкусности обалденные. О, шнурки кока-кола. Ой, какая прелесть. Это все ручная работа. Продолжение следует... Диск сцепления. Сделали часы. Я такие часы делаю из тарелок. Диск сцепления. и вот да опять у этих колхозных которые виноделы я разжился баклажкой вина 5 литровая бутыль мерло правда в этом году цена поднялась сейчас она стоит уже 5 литров не 10 евро как было раньше 11 но ничего они дают попробовать чтобы можно было прицениться и понять что ты покупаешь то есть ты не берешь кота в мешке покупаешь действительно хороший товар ну что ж будем отмечать отпуск какая красота какие классные штучки вот обалденная вещь здрасте в общем тут бижутерии полно это можно сказать рай для женщин часики ругаются люди не хотят чтобы их фотографировали снимали вот эти часовщики которые сейчас деревянными часами прикол сейчас был там вот где я снимал сейчас часы сделанные из диска сцепления хозяйка вот это которая делает я взял показал и короткое видео тех часов которые я делаю из тарелок ей понравилось это надо же это какая красота я верну вот видишь говорю мы с тобой коллеги мы с тобой коллеги ты делаешь из из осколков техники а я делаю из тарелок из порцелана пожали друг другу руки как коллеги и